Я сейчас хожу плохо, потому что мне сделали протезирование треть бедра, у меня стоит протез, поэтому я хожу плохо. Но в скором времени я надеюсь, что я буду ходить очень хорошо и даже бегать. Об онкологии сегодня Лиля Балиевич рассказывает так, словно это была обычная простуда. Правда, тогда впервые узнав о диагнозе, эта миловидная девушка была в недоумении, не понимала, что происходит, почему. А началось все с безобидного падения на коньках. Итог – страшный диагноз. Остеосаркома – второй стадии. Я совсем не понимаю, что это. Но я знаю, что есть такое заболевание, как рак. Но я не знала, как именно оно лечится, как протекает эта болезнь. И когда мне говорят, что вам нужно в онкологию, я звоню маме, я не понимаю, что это, но я плачу. Море пролитых слез, ведь такая хрупкая девушка прошла столько испытаний. Это и первый курс химиотерапии, который оказался самым тяжелым. И облысение. И вот тут самое главное – это поддержка не только со стороны родных и близких, но и людей, которые своим примером показали, что можно побороть эту болезнь. Так Лиле удалось принять участие в одном из фотопроектов, через которое она смогла донести одну важную мысль. И онкология – это не конец. К нам в онкологию приехала Вероника, которая лечилась в онкологии. Когда-то она лечилась и думала, типа, блин, нужно открыть свой проект для больных в онкологии, что, типа, показывать онкологию – это жизнь, типа, не приговор. И Вероника пригласила меня в свой проект. Она говорит, вот, ты молодец, ты не стесняешься, что ты без волос, давайте поучаствуй в проекте. И я говорю, блин, Вероника, я как-то боюсь, ну, как это будет? Она говорит, не переживай, это будет все классно и круто. Теперь Лиле часто пересматривает свои снимки. Скромно, но уверенно девушка показывает, как научилась принимать себя новой. Несмотря на все пережитое тогда, сейчас она радуется жизни, ведет активный образ жизни и благодарит Бога, что живет. И теперь она точно знает, что онкология – это не смертельный приговор, не точка невозврата, а лечение – не пустая трата времени. А вот следить за своим здоровьем просто необходимо. Мы, люди, в ответе за него. Все злокачественные опухоли, так корректно было бы выражаться, они возникают как следствие накопившихся генетических мутаций в клетках организма. Что приводит к накоплению данных мутаций в организме – это множество факторов, как внешних, так и внутренних. Есть генетически детерминированные факторы. Когда в определенный момент жизни в организме накапливается критический уровень мутаций, с которыми не может справиться наш организм и их исправить, тогда возникает злокачественная клетка. И вот с момента появления этой злокачественной клетки начинается опухолевый процесс в организме, который может развиться, может не развиться. В злокачественную опухоль. К примеру, доказанный уже факт, что ежедневно в организме среднестатистического человека возникает от 5 до 8 мутаций онкоопасных, которые могут привести к формированию злокачественного клона. Но в абсолютном большинстве случаев, это у каждого человека, в абсолютном большинстве случаев наш иммунитет справляется с этим злокачественным клоном и его уничтожает. Все должно быть всегда разумно и в пределах здравого смысла. Ничто излишнее не бывает во благо пациента. Настороженность, она должна быть, но это не должна быть болезненная настороженность, когда человек в каждом симптоме, в каждой какой-то мелкой проблеме видит, что это проявление опухоли. Наоборот, такое зацикливание и излишнее обследование, оно только истощает самого пациента психологически и, с одной стороны, может даже провоцировать усугубление его здоровья, не касающегося онко болезней. А здравая настороженность – это соблюдение рекомендаций, в том числе по осуществлению мероприятий в рамках скрининга, проходить ежеводное профилактическое обследование, которое предусмотрено, выполнять назначение лечащего врача и при наличии симптомов, само собой, обращаться к доктору, не заниматься самодиагностикой и самолечением. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».